Все, о примитивах мы с вами поговорили достаточно. Теперь окончательно и бесповоротно переходим к изучению ссылочных типов. В данном модуле мы с вами рассмотрим массивы и строки. Это типы, без которых не обходится практически ни одна программа. Но для начала немного теории о любых ссылочных типах и управлении памятью. Объявление переменной и выделение памяти под объект — это два независимых действия. Если просто объявить программе переменную, например, типа bivinteger, то никакой объект в этот момент создан еще не будет. Мы просто объявляем ячейку памяти, которая может содержать в будущем ссылку на объект. Объект создается оператором new. Помимо выделения места в памяти, оператор new вызывает конструктор. Это специальный метод, инициализирующий внутреннее состояние объекта в соответствии с переданными параметрами. Например, у класса bivinteger есть конструктор, принимающий строку. И он порождает объект, представляющий соответствующее число. Оператора delete или другого явно освобождающего память в Java нет. Помните, когда я говорил об истории языка Java, то упоминал, что одной из целей создания Java было помочь программистам писать корректные безопасные программы. Известно, что явное управление памятью, как, например, C и C++, это причина большого количества ошибок. Поэтому в Java используется автоматическое управление памятью. Программист выделяет память, а за ее освобождение отвечает виртуальная машина. При этом JVM следит за тем, какие объекты в памяти доступны вашей программе. То есть, на какие объекты в памяти есть прямые или косвенные ссылки из ваших переменных. Когда ваша программа больше не ссылается на объект, то он может быть удален виртуальной машиной, память освобождена и переиспользована под новые объекты. Для современных сборщиков мусора проблем не представляют даже циклические ссылки. То есть, ситуации, когда есть набор объектов, ссылающихся друг на друга. Если эти циклы недостижимы из вашей программы, то все такие объекты будут благополучно удалены. Несмотря на автоматическую и очень умную сборку мусора, утечки памяти в Java программах все-таки бывают. Но связаны они только с тем, что по недосмотру программиста программа продолжает держать ссылки на объекты, которые ей больше не нужны.